Тему двойных стандартов. Продолжим с Ильгаром Велизаде, политологом, доктором философии по экономике. Здравствуйте, Ильгар. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Вот как всегда, предвзятос берет верх над объективностью, вымысел над правдой, дискриминацией, над справедливым подходом. Вот почему все-таки двойные стандарты стали настолько уже откровенными и просто циничными? Ну, потому что, к сожалению, вот обычно говорят, это самое, международное сообщество. Так вот это международное сообщество, в кавычках это, конечно, это те, кто говорят о международном сообществе, имеют в виду прежде всего себя, а не международное село сообщество. Только вот они уже привыкли к этому, к этой практике, к практике двойных стандартов. Поэтому, ну, скажем, чувствуют себя достаточно свободно, комфортно в этой практике, в реализации вот подобного рода политической линии. Это удобная для них политическая линия, они пытаются эту линию как бы проводить. К большому сожалению, конечно, страдают интересы очень многих народов, интересы государств, да их собственные интересы. Они фактически дискредитируют свою политику вот таким поведением. Но такая практика настолько прижилась сегодня в мире, что от нее уже сложно им отказаться. И мы видим это не только в нашем регионе, к большому сожалению, мы это видим в других регионах. И, к очень большому сожалению, вот такая практика двойных стандартов, она в конечном итоге служит, ну, скажем так, размыванию основ системы международной безопасности. Международная безопасность строится на принципах, на различных, скажем, нормах, которые были согласованы в прежние годы, которые являются, скажем, креугольным камнем этой системы безопасности, которые зафиксированы в различных уставных, скажем, документах различных крупных организаций. Так вот, это все нарушается уставами, нормами, нормами, а практика, к сожалению, практика, и эта практика очень и очень такая, ну, скажем, такая предвзятая и негативная. В результате чего сегодня эти люди говорят, эти политические круги говорят о том, что вот система международной безопасности переживает нехорошие времена. Так это потому она и переживает нехорошие времена, потому что эта практика применяется и применяется теми, кто в парадоксальной ситуации говорят о том, что ну, надо спасать вот эту самую систему безопасности. Вот такая, в такие времена мы живем. Вот а разве имеет смысл тогда вот довериться всем этим международным институтам, которые помыкают определенные круги, враждебно настроены в отношении мусульманских народов? Ведь именно вот все эти круги, их представители, они активно поддерживали Армению, совершившую достаточно серьезные преступления против азербайджанцев. Мало того, поддерживали. Они нарушали сами, нарушали нормы и принципы международного права. Это не просто поддержка, это было, ну, фактически потворствование оккупационной политики, потворствование агрессору. А потворствование агрессору – это соучастие в нарушении международного права. Давайте проиллюстрируем на конкретном примере, как это происходило. Вот посмотрите, на различном этапе тогда еще Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта принимались различные постановления или заявления. И в этих заявлениях часто фигурировала такая формулировка, как disputed arrest – это спорные территории. Причем намеренно имплементировалась эта формулировка относительно наших территорий. Так вот, приходилось, когда в общении с политиками различными, с дипломатами, объяснять, что нет такой терминологии, ее нельзя применять применительно к нашему конфликту, потому что нет спорных территорий. Мы не ведем споры относительно принадлежности этой территории. Это не спорные территории, это территория Азербайджана. Вы же сами признаете эти территории территориями Азербайджана. А Армения не признает Карабах как независимой страной. То есть, официально не претендовала на эти территории. В юридической плоскости эти территории не могли считаться спорными. Но вот они при этом, при всем проводили эти формулировки, говорили о спорных территориях. Они говорили о неких буферных территориях. Мы говорили, нет такого понятия, какие буферные территории, где буферные территории. Это территории Азербайджана, территории, которые в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН должны быть возвращены Азербайджану. О каких буферных территориях вы вообще говорите? Так нам пытались навязать эту терминологию. Причем навязать нам пытались вот эти самые политические институты, которые пытались выступать в качестве посредников. Или же говорили о том, что хотели бы нормализовать ситуацию в регионе. Если вы изначально используете такие, скажем, ложные приемы, что ли, ложные инструменты, то как можно говорить о результативном посредничестве при таком подходе? Вот мы об этом говорили, пытались внушить им вот эти истины, прописные истины. Но они не хотели слушать нас. В результате случилось то, что случилось. Мы вернули контроль над собственными территориями, используя те же самые положения международного права, в частности 51 статью Устава ООН, которая давала нам это возможность сделать. Так вот, никто же нам не возражал. Почему не возражал? Потому что у них не было оснований, юридических, правовых оснований для этого. Так почему же они не вспоминали тогда о буферных территориях? Почему не вспоминали о спорных территориях? Потому что этого не было. Это то, что было придумано, то, что было нам навязано. Вот это тоже результат двойных стандартов, двойных подходов. В целом, вот конечная цель вот такой политики, она есть, как вы считаете? Конечно, к большому сожалению, мы должны говорить о таком термине, как реалполитик. То есть, а политика, которая имеет место в практической плоскости. И мы сплошь и рядом видим, как эти самые двойные стандарты применяются. И эти двойные стандарты являются обыденным приемом. Вот, конечно, это не дает результата, почему? Или лишь дает обратный результат. Многие государства фактически не согласны с этим, борются с этим, коллективным образом принимают какие-то решения в рамках региональных форматов, в рамках, скажем, двусторонних каких-то форматов для того, чтобы противодействовать этому. И в результате получается, что влияние этих институтов, этих центров силы значительно падает. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Так вот, влияние тех центров силы, которые в свое время здесь формировали политику, формировали повестку этой политики, упало просто, если так образно выражать, ниже Плинтуса. Потому что доверия к ним нет, доверия к этим политикам, к этим институтам нет. Дело в том, что, посмотрите, вот региональные акторы пытаются, ну скажем, согласовать собственные форматы взаимодействия, основываясь на различных, ну скажем, на различных документах и формируя собственную региональную систему безопасности. Это происходит и в нашем регионе. Посмотрите, вот это тюркское сообщество, это есть вызов, ответ на этот, скажем, политико-правовой нигилизм, если так можно выразиться. Другие форматы, которые сегодня формируются в различных географиях, это тоже ответ на эти самые двойные стандарты тех политических центров силы, которые их навязывают. Я думаю, что в такой ситуации, конечно, все чаще и чаще, все громче и громче ставятся вопросы о реформировании международной системы безопасности, о реформировании Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН. Посмотрите, что происходит в последнее время, хотя бы на нашем примере, в Совете Безопасности ООН. Это же просто недопустимая ситуация, когда в руках одной страны, Франции, Совет Безопасности ООН превращается в какую-то клоунаду, когда против Азербайджана третий раз подряд они пытаются спровоцировать какие-то слушания с каким-то результатом. Результатом у них в первые два раза не получилось, они пытаются третий раз это провести. Ну как может такой институт выступать, скажем, инструментом в руках какой-то отдельной страны для того, чтобы реализовать ее собственные политические амбиции? Спасибо, спасибо большое за ваши комментарии. Эльгар Белизаде, политолог, доктор философии по экономике, подключался к нам. Продолжение следует...